Всем привет, добро пожаловать на мой канал снова. Меня зовут Юлия, добро пожаловать, если вы в первый раз на моем канале. В сегодняшнем видео я хотела бы сделать, возможно, это уже не очень прям интересно смотреть, но для меня почему-то вот сейчас удовольствие избавляться от всего ненужного и выбрасывать или там дарить кому-то из друзей, приятных, что-то, чем я не пользуюсь. И сегодня я решила разобрать наконец-то завалы косметики, на которые я смотрела, и я понимала, что вот я хочу их выбросить, но не было подходящего момента, чтобы, знаете, вот, как сказать, чтобы ты вот поняла, все, я избавляюсь, а видео это тот момент, когда ты снимаешь, и ты думаешь потом, я не могу это оставить, потому что я уже сказала людям, что я это выбрасываю, объясняешь причину, почему ты это выбрасываешь, и, в общем, да, я сейчас вам покажу, с чем мы сегодня имеем дело. Здесь у меня находятся пустые баночки, я их собирала, наверное, потому что я думала, что я хочу сделать видео типа о пустых баночках, но, не знаю, чем больше я об этом думаю, тем я как-то, знаете, понимаю, ну, а интересно ли это будет смотреть на чьи-то пустые баночки или нет, поэтому сегодня мы избавимся от этого вместе. И также другой бокс, в котором я тоже положила все то, от чего я хотела бы избавиться, и я сейчас пожалела, на самом деле, что я в прошлом видео не показала именно это, это мое место хранения вещей, от которых я хотела избавиться, в нем и помады, и также какие-то моменты, которые прям вот, ну, уже 100% должны быть в мусорке, но еще пока не в мусорке, вот. Здесь у меня тоже, наверное, что-то найдется, что выбросить, но я еще не уверена, поэтому давайте пойдем по порядку. А, ребят, не забудьте, пожалуйста, подписываться на мой канал, ставить лайки, это мне очень важно, мне важна коммуникация от вас, обратная коммуникация. Да, давайте уже начнем, без лишних слов, просто поехали! Первое, чего я хочу избавиться сегодня, это коробка с пустыми баночками, я думала, что сниму видео, но нет, не получилось. Первое, это умывалка у меня от Pacifica, я ей пользовалась, допользовалась и рада, потому что ничего особенного в ней нет, да, это была неплохая умывалка, такая, знаете, дракторовская что-то, чем вот лишь бы ватт, поэтому ничего особенного, а не сказать я не могу. Дальше, у меня есть маска от Glam Glow, очень странно, потому что, когда я использовала ее, может быть, пару дней назад, я нанесла на лицо ее, и у меня просто лицо так щупало. Покупала я, по-моему, где-то в Востоковом магазине, и она была прикольная, потому что она очень вкусно пахнет, она делает так, что лицо супер мягкое после этого, и ее не нужно смывать. Такая маска стоит всего, если вы захотите ее купить, долларов 40, наверное, это самая большая упаковка. Она была прикольная, но, по-моему, уже пришло время, наверное, не точно избавляться. Дальше, это тонер, я рада, что наконец-то я закончила его, тонер называется Green Caviar, то есть это тонер, который делает так, что балансирует pH-баланс вашей кожи. Прикольный тонер, в нем нет никакого запаха, просто такой, знаете, обычный тонер, как мицелярка почти, но я использовала его просто как шаг, где я очищаю лицо чуть лучше после умывания. Дальше, вот эти патчи, кстати говоря, я их не закончила до конца, потому что каждый раз, когда я пользовалась ими, я не видела никакого эффекта вау. И что самое интересное, когда я смотрела видео Марта Кауфмана, он говорил, что патчи от этого бренда Petit, Petit Fee, они вообще не очень и не действуют. И, наверное, я согласна с этим, потому что никакого эффекта я не увидела. Те, кто знает, ребят, использовали ли вы эти патчи до этого и поняли ли вы, что они действенные, пишите в комментариях, что ли. Дальше, эти малютки, миниатюры кремов от Sol de Janeiro, я обожаю их. Всегда радуюсь, когда мне присылают либо в битебоксах, либо где-то еще я получаю эти миниатюры, потому что хоть они и выглядят маленькими в размере, они на самом деле имеют в себе достаточно немаленькое количество продуктов внутри. Наверное, это мой самый любимый аромат из серии кремов от Sol de Janeiro. Дальше, это сыворотка от Skin Ink. Я об этом бренде не слышала ни разу. Этот бренд, он якобы очень дорогой, вроде как делается в Японии продукты эти. Получила я это в битебоксе, и люди говорят, что да, это такая инновационная формула, это все очень красиво смотрится внутри. Там как будто такие как шарики с самим средством, я так понимаю, когда вы наносите это на лицо, они растворяются. И не знаю, я не заметила ничего неплохого, нехорошего на своей коже, хотя здесь и витамин С был, и все. Не знаю, ничего не увидела ее. Странно. Дальше, умывалка от Fenty. Я ее очень любила, когда приобрела, каждый день пользовалась. Она просто супер шикарная, очень вкусно пахнет. И мне было очень печально, когда она у меня закончилась. Когда она у меня закончилась, кстати, я думала покупать мне ее второй раз или не покупать. И так как ее раньше нужно было заказывать с сайта Fenty, сейчас можно заказать это уже на сайте Sephora. Я подумаю, может быть, куплю ее. Здесь очень прикольная упаковка. Почему-то, мне кажется, она у меня закончилась достаточно быстро. Прям чик-пшик, вот и все. То есть, может быть, месяц я пользовалась ей, и все, она закончилась. Это странно. Мне кажется, умывалки обычно как-то медленнее заканчиваются. Дальше эта умывалка у меня от Pixi. Я ее не полюбила с первого применения. У нее невероятно странный запах. То есть, такой запах, знаете, какой-то странный розы, которая, не знаю, которая испорчена. Что-то вроде того. Я не пробовала другие средства из этой линейки, в смысле, с другим запахом средства. Но эта с розой не понравилась вообще ни разу. И текстура какая-то тоже очень странная. Дальше я попробовала, кстати говоря, эту сыворотку от Fetition's Formula. Это сыворотка, кстати говоря, вот с такими маленькими кристаллами вещества. Это очень красиво смотрится, когда вы видите это в баночке. Эта сыворотка у нас называется Skin Booster Vitamin Shot. То есть, это сыворотка для того, чтобы классно увлажнять кожу. Я не знаю, я не увидела никакого эффекта, чтобы сказать вау. То есть, да, это обычная сыворотка, которая стоила 10 долларов. То есть, это не очень много, в принципе, да. И повторю я еще раз ли ее, нет. Потому что не поняла я это все. Дальше я купила это средство. У меня оно все такое грязное. В общем, я купила этот Melting Cleansing Balm. То есть, бальзам для умывания, да, растворяющий макияж от бренда Pharmacy. Все американцы обожают этот бальзам. У меня он такой грязный, боже мой, что я с ним делала? Мне хватило его, знаете, насколько? Наверное, меньше, чем на месяц. Я не знаю, как у людей вообще получается использовать бальзам, это, не знаю, по месяцу полтора. Это продукт, который стоит, но не дешевый, реально. Это не самый большой вариант, у них есть гораздо больше варианты. И я была в шоке, когда я попользовалась им, ну, почти каждый день, когда я делала макияж, например, раз, 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 все. К концу месяца или даже через две недели у меня уже в банке ничего нет. Я такая, серьезно, почему продукт так быстро заканчивается, непонятно. То есть, я вряд ли куплю вот именно бальзам за такую цену, потому что я не считаю, что эта штука стоит того, чтобы покупать ее каждый-каждый месяц, потому что есть бальзама гораздо дешевле. Ну, или, допустим, на крайний момент можно использовать вот эти, как его, такие тряпочки, да, микрофибры, чтобы убрать макияж. Но, не знаю, бальзамы такие за 30 долларов каждый месяц покупать, это как-то меня не очень сильно радует. Дальше. О, это мой любимчик. Я полюбила этот спрей для волос после того, как я попробовала его в одном из каком-то, видите, боксов, что прекрасный спрей, пахнет просто шикарно. Вот, мне показалось, что мои волосы при использовании этого спрея от Pureology, по-моему, они как-то в порядке, никуда не улетают и остаются на месте в течение всего дня. То есть, нет вот этих непонятных танцев на голове, с волосами, если можно так выразиться. Купила ли бы я еще раз его? Возможно, да. Он, не сказать, что прям очень такой дешевый, ну, не там, не знаете, 50 долларов. Поэтому, возможно, да, возможно, пробую. Это аромат просто потрясающий. Получается 21 преимущество в одном спрее. Это очень классно. Дальше. Еще у нас этот крем получается от Super Good. Очень классный крем для того, чтобы защитить лицо от солнца в течение всего дня. Я его использую иногда просто потому, что у него текстура такая, как гелевая, желейная. Иногда я чувствую, что, когда наношу такую текстуру на лицо, я, допустим, хочу использовать какой-нибудь праймер увлажняющий, то вот этот вот гель, он как бы не дает праймеру нормально лечь, как он и должен лечь. То есть, по сути, на коже у вас есть этот слой геля, и мне иногда не нравится этот. Я предпочитаю надверные все-таки больше кремовые, солнцезащитные кремы, вот белого обычного цвета. Но мне кажется, его прикольнее использовать, когда, допустим, поры очень хорошо видны. Ой, кстати, это средство я получила в каком-то из том, это была подарочная коробка с какого-то сайта. Вот, за определенную покупку. И они положили вот сюда такой тон от бренда, которого я не знаю. Так. И он оказался супер темным на мне. Это оттенок прям для очень загорелой кожи, естественно, я... Поэтому он здесь и лижет, потому что я им не пользуюсь, это не мое. И дальше у нас тут закончены уже, как называется это, праймер для век от Urban Decay. Это маленький размер, у меня сейчас огромный размер, наконец-то. Так, с этой коробкой мы закончили, наконец-то. И я могу точно сказать, что я могу это все выбросить с чистой душой. А вот в этой второй коробке у меня, помимо того, что я буду раздавать или выбрасывать помаду, да, так и еще парочка вещей, которые я точно знаю, они не понадобятся мне в дальнейшем. Первое, это, возможно, кого-то удивит, или вы уже, наверное, видели эту палетку от Anastasia Beverly Hills Moon Child. Я получила ее в Beauty Box, по-моему, это была Lure. И когда я увидела, ну, что они положили туда ее, я такая, ура, как классно, палетка от Anastasia Beverly Hills. Ну, посмотрите на эти цвета, ребят, они, они невероятно странные. В общем, цвета, которые, ну, явно не на каждый день, которые слишком яркие. То есть я ни разу не захотела приблизить свои пальцы к этой палетке. Может, я свочила ее один раз, какие-то оттенки, но так. Нет, потому что, ребят, ну, когда вот такой у меня синий цвет, или какой-то такой сероватый цвет. Кому-то, может, она понравилась, но я точно помню, что эта палетка, она очень долго была на сифоре на распродаже, или даже сейчас еще осталась, она... Дайте мне знать, ребят, если кто-то из вас хочет эту палетку. Может быть, я как-то смогу вам ее переслать. Я не знаю, как это делается, но мне кажется, что кому-то она может 100% понравиться. Поэтому дайте мне знать в комментариях. Дальше я вижу также два хайлайтера от Elf. Я покупала их вместе со всей коллекцией, как называется, Retro Paradise, да. И эти хайлайтеры, они очень странные, потому что они очень странно пахнут. Запах в них такой, что вот, ну, не хочется, чтобы они были на коже, настолько вот он странный. Да, такой, знаете, запах, вот когда я в первый раз использовала их, я подумала, что этот запах, ну, прикольный, хороший. Но потом, чем больше ты его ощущаешь, тем больше ты чувствуешь, ощущаешь запах каких-то носков. Я не знаю, с чем это связано, но это самый был плохой выбор оттенков для хайлайтера. Прекрасный оттенок, но мне кажется, он больше и лучше смотреться будет на теле, чем на коже, потому что у него слишком грубый помол, да, хайлайтера. Этот же хайлайтер, я, кстати, расскажу вам историю. Когда я делала, планировала делать видео, я хотела купить всю коллекцию. И я пошла в магазин, купила все и забыла про этот хайлайтер, этого белого-серебряного цвета. И я просто была так и печальна, потому что я хотела, ну, обо всем рассказать. И я просто сижу, плачу, и муж говорит, типа, ладно, я свожу тебя, потому что, ну, я уже понимала, что сколько еще можно просить его туда-сюда свозить. И, в общем, я была так рада, что я получила все. Вот если я что-то делаю, я хочу сделать это хорошо, то есть, чтобы люди все увидели, о чем я хотела говорить, в общем, как-то так. Это красивый цвет, оттенок, но прикол в том, что у этого оттенка, у этого хайлайтера цвет, он не так показывается, каким вы его видите. То есть, по сути, эти два хайлайтера, они одинакового оттенка, так, да, они одинакового оттенка. И, да, то есть, вы можете видеть, что этот хайлайтер, он выглядит более каким-то таким золотистым, однако при свотчинге он, ну, не такой уж прям и золотистый. Я не помню, чтобы эти хайлайтеры получили очень много хороших отзывов у людей, кто их купил. Ну, в общем, да, это тоже опыт. Я сейчас после покупки эльфа, ну, их полная коллекция, как-то, знаете, так, эльф, ну, есть у них хорошие продукты, это продукты для бровей. Тени тоже у них не очень хорошие, ну, в общем, да, я к эльф как-то так, окей, иногда можно пробовать что-то, иногда не хочется. А дальше у меня тут есть уже законченная тушь, надеюсь, что у меня уже там все использовано, потому что я до конца ее пыталась последние, все последние использовать. Тушь, это у нас от Марк Джейкобс, и я обожаю эту тушь, она потрясающая, потому что она делает реснички ваши такими, знаете, супер открытыми, естественно, выглядящими, но при этом они смотрятся, я не знаю, очень дорого. Вот есть такое определение ресниц, когда ты используешь тушь, дорого выглядящие ресниц. Если оно было бы, я бы писала эту тушь так, но когда я использую эту тушь, я всегда вижу следы туши на своих веках, каждый раз, и меня это немножко стало уже раздражать, потому что, ну, как бы эта тушь не такая, знаете, не 10 долларов, и это то, чего ты не ожидаешь от туши, но она это делает, хотя она получила очень хороший отзыв, изначально я очень обожала ее, но нет, когда тушь так делает, я понимаю, что это не моя тушь. Кстати, вот блеск этот от Morphe, это была их коллаборация, коллаборация была их с Мэгди Зиглер, по-моему, и эти блески, они, знаете, очень странные, очень прилипающиеся, то есть вы наносите их на губы, да, они могут прикольно смотреться, они прозрачные, а это мог бы быть отличным топером для вашей помады, но он невероятно липкий, и чувствуется, как какой-то желатин или гель на ваших губах, то есть ничего хорошего он не делает, по сути, и я, да, я, в общем, не думаю, что это стоящая вещь от Morphe, гель для бровей, да, получается, гель для бровей, да, гель для бровей от Colourpop в оттенке Light Brown, потрясающий гель, я когда купила его, ну, я увидела его, окей, попробуем, почему нет, я пользовалась им до конца, тут уже ничего нет, ах, какой он потрясающий, он дает, знаете, вам такой натуральный, естественный цвет ваших бровей, не какой-то супер черный или супер коричневый, вот здесь говорится, что это светло-коричневый, так это и есть светло-коричневый, и я была так печальна, когда он у меня закончился, и, к сожалению, его уже даже нельзя купить на Excity, out of stock он, я вам сейчас покажу, как он выглядит, чтобы, мало ли, вы будете делать заказ, обожаю его, очень жаль, что его нету в стоке почти нигде, ни на Alty, ни на Colourpop, я не знаю, что уж, что все так решили приобрести его, может быть, люди поняли, что это самый классный гель на рынке, ну, плюс не такой дорогой, правильно, дальше эта пудра, я, ребят, я наконец-то закончила изробник от Becky, эта пудра, она, короче, из какой-то на водной основе, что-то вроде того, люди говорят, что когда вы наносите ее на вот эту зону под глазами, то вы чувствуете какой-то такой холодок, и я его ни разу не чувствовала, когда работала с ней, но, не знаю, не могу сказать, что эта пудра, она какая-то, не знаю, особенная, супер-классная, ну, пудра как пудра, я была в нетерпении закончить ее, вот, дальше давайте перейдем к нашему последнему ящичку со всеми ненужными продуктами, первое, с чего я хочу начать, показать вам, от чего я избавляюсь, это, опять же, блеск от Morphe, это уже, по-моему, гораздо более такой светло-розовый оттенок, тоже избавляемся от него, потому что он ужасен, он очень-очень липкий, нет, не советую вам его ни в коем случае. Следующий у меня есть парочка, даже были парочка таких помад от NYX, и это неплохие помады, они прикольные, я покупала по-нутри оттенка, и эти помады представляют из себя, что вельветовые по своей сути, и это были прикольные помады, когда я, ну, в общем, купила их, да, что-то новенькое, но потом как-то я так, не знаю, как-то они мне поднадоели, что ли, или, может быть, они не очень были стойкими, или цвета были слишком красными, которые я выбрала, но, в общем, от этого тоже избавляемся, потому что много других классных помад, мне кажется, у меня есть. Дальше этот стик от Morphe, очень много о нем, многие люди говорили, что это самый, наверное, один из самых лучших стиков, который когда-либо был у Morphe, ну, в принципе, как и многие стики, они очень странные по своей форме, могут быть. Это у нас коллаборация с Maddie Ziegler, стик как стик, он, в принципе, липкий, и он очень странно смотрится на кожу, то есть он должен что дать? Он должен вам дать блеск кожи изнутри, но он, во-первых, очень белый по текстуре своей так. Вот, видите, какой он? То есть, да, он приятно чувствуется на коже, он очень мягкий, но я точно не стала бы наносить это на кожу, допустим, на дневную носку. Это значит, прощай волосы, потому что ваши волосы все будут жирные к концу дня, вам приходится вымывать весь этот, я не знаю, что там, парафин в составе, что делает его таким жидким. Ну, в общем, да, ужасная вещь, жалко просто денег, которые тратишь на косметику, которые не оправдывают твоих ожиданий, в общем, да, так тоже бывает. Я нашла, знаете, что помада от Victoria's Secret когда-то, может быть, года-полтора назад, или, может быть, год назад, я зашла в Victoria's Secret, я обожаю магазин Victoria's Secret, у меня много оттуда вещичек, мне нравится их дизайн, и, в общем, делают маркетинг своего бренда. Я нашла, видела помады, которых никогда не видела у них, и я такая, окей, хочу пробовать их. Это жидкие помады, они не очень, по-моему, дорогие, ну, может быть, долларов 7-500 штук, может, там, какая-то даже была скидка. Мне понравился очень, по-моему, если я не ошибаюсь, вот этот оттенок, он такой, знаете, красивый, какой-то ягодный оттенок, что ли, они прикольно смотрятся на губах, кстати говоря, это оттенок у нас Perfection. Следующий оттенок называется Love, по-моему, это один и тот же тип помад, да, это кремовые помады, оттенок Love, это более такой оттенок пыльной розы, как это ни странно, по-моему, они даже немножко похожи, хотя нет, этот оттенок Love, он гораздо более такой интенсивный и темненький, гораздо более темнее. Вот, и другой оттенок, это уже такая более сверкающая помада на губах, она выглядит сверкающей, называется она Spark, естественно, и да, вот так он смотрится, да, красивый очень оттенок, красиво смотрится на губах, как такой, знаете, топор может использоваться, но я не знаю, я, мне кажется, уже достаточно много пользовалась ими, и как-то уже не так часто понимаю, что я хочу пользоваться ими больше в своей жизни, поэтому, скорее всего, мы скажем пока этим средством. Дальше помада от Anastasia Beverly Hills, это я получила в бьюти-боксе каком-то, и эта помада в очень красивом темном оттенке, я не знаю, почему я не полюбила эту помаду, я использовала ее, не знаю, целый раз. Очень темный оттенок, это, знаете, такая помада в стиле, ну вот, куда-то я ее буду носить, но не знаю, куда, он очень темный, такой вамп красный, и я как-то даже не прониклась им. Не возникли любви у нас, и оттенок называется, это у нас Bohemian, богемский оттенок, окей. Также не думаю почему-то, что эти помады так классно встретились фанатам Anastasia Beverly Hills, мне кажется, что такие помады уже очень давно в FG Maxx, либо Marshalls можно было находить их, поэтому да, я не знаю, даже пользовалась их или нет, поэтому я положу их в сторонку, может быть, я подарю никому-то, кто знает. Дальше, что я вижу, это помада жидкая от Too Faced, я покупала ее года два назад, это точно, когда я только сюда приехала, и эта помада Melted Matte называется она, прикольный цвет, она очень красиво смотрится в упаковке, этого нельзя отрицать, но моя проблема с этой помадой была то, что она не остается на губах вообще, то есть вы можете нанести ее, там начать есть, говорить, представьте, это Новый год, вы хотите, чтобы помада оставалась на губах, да, в течение нескольких часов, это был Новый год, и мы ходили в ресторан, да, там кушали, танцевали, вдруг я начала понимать, что помада, это она куда-то уходит, она размазывается на моих губах, тут хоть и написано, что это стойкая помада, она не стойкая ни разу, и да, это очень печально, потому что я пришла в Sephora в тот день и говорю, мне нужна помада стойкая, чтобы она выдержала Новый год, еду и так далее, но нет, к сожалению, этого не произошло, оттенок помады называется это Lady Balls, и, конечно, срок годности ее уже 100% прошло, потому что я покупала ее года два назад, вот так она красиво смотрится, реально такой, знаете, носибельный красный оттенок, но нет, она не стойкая ни разу. Дальше у меня имеется парочка, пара-тройка помад от Smashbox, когда я попробовала первый раз эту помаду в одном из бьюти боксов, я влюбилась в их формулу, и я, по-моему, пошла куда-то по магазинам и увидела целый набор этих помад от Smashbox, и я такая, оу, я хочу взять, однако сейчас я понимаю, что эти оттенки, ну, не то, к чему я испытываю любовь в настоящее время, ой, это не Smashbox, кстати говоря, вот, это сияющий оттенок, сияющий оттенок, это как-то не очень, ну, это как топор больше, правильно? Нет, не очень уже нравится, а этот оттенок, оттенок пыльной розы, мне он очень понравился, по-моему, ее я, по-моему, и получила в бьюти боксе, там уже почти даже ничего нет, а нет, есть. Очень красивый оттенок, но не знаю, как-то потом она мне разнравилась, может, потому что она немножко сушила губы, по-моему, что-то вроде того, или может, потому что она жидкая, и оттенок этой помады называется Stepping Out, прикольный цвет, но вот как-то уже нету того восхищения, какое было у меня в первый раз. Дальше я вяжу две помады от Inglot, я купила их, когда была в Нью-Йорке, и это были очень чудесные времена, когда еще можно было путешествовать, в общем, я увидела магазин Inglot, у нас здесь нет магазина Inglot в Тампе, насколько я помню, к сожалению. В общем, я увидела этот красивый оттенок, потрясающий перламутровый цвет, он очень красиво смотрится на губах, такой, знаете, ежедневный оттенок, ежедневный цвет, и да, он потрясающий, он реально классный. В нем нет ничего лишнего, просто, знаете, такой идеальный девичий какой-то розовый оттенок, называется он у нас 227. Под номером 227, тут нет названия, насколько я понимаю, то у него тоже срок годности уже, кажется, прошел. Это классный оттенок, но, в общем, да, мне кажется, что я уже использовала его достаточно, чтобы сказать прощай ему. Дальше этот оттенок, он прям такой, да, он темный, и она у меня сломалась, как-то так получилось. По-моему, мне показалось, что он слишком был темным, и он, знаете, такой прям суперсухой, суперсухая формула у именно этих помад матовых, мне как-то не очень понравилось. Не помню, чтобы она также была долго играющей на губах, оттенок у нас это 335. Это прикольно, но, по-моему, он, как мне кажется, слишком такой темноватый для того, чтобы носить его на повседневку куда-то. В общем, да, тоже прощаемся, к сожалению. Дальше у меня праймер от бренда Wish. Если вы подписаны на один из бьюти-боксов хоть какой-то, вы, наверное, получали что-то от бренда Wish. И это ботанический праймер, который содержит в себе все натуральные ингредиенты, балансирует кожу и также уменьшает, в общем, стрессы из окружающей среды, которые кожа впитывает, как-то так. И, я не знаю, это очень дорогой праймер. Если зайти на сайт бренда Wish и увидеть полную стоимость этого праймера, вы офигеете или будете в шоке, потому что он стоит в районе 80 или даже 90 долларов, что-то вроде того, может, даже меньше, но, в общем, что-то вот в этом роде. Я такая, серьезно, так дорого он стоит? Хотя мне не понравилась текстура, то есть это... Ой, оу, он, оу, блин, стреляют он тут. Какой-то супер жидкий, я даже не знаю, с чем это связано. Он как-то отделился в упаковке, что ли. Супер жидкий, в нем нет почти никакого аромата, вернее, есть, но он супер какой-то неприятный, не очень, вау, офигеть. Просто все руки в этом праймере. Следующий праймер у нас от бренда Becca. Это неплохой праймер, который действительно делает так, что у вас лицо как будто бы светится изнутри. Я им пользовалась очень-очень долго, то есть у меня вся упаковка ушла уже, у меня тут, наверное, осталось совсем немножко. Кажется, что сейчас я не совсем пользуюсь, знаете, такими сильными, сияющими праймерами, с сильной, сияющей основой. Сейчас меня тянет, мне кажется, на что-то более такой натуральный, натуральный эффект, натуральный финиш. Это прикольный праймер, особенно если вы только начинаете знакомство с макияжем. И, в общем, да, Becca хорошие продукты, некоторые продукты, а что-то прямо, ну, реально стоит пропустить. Завалялся этот карандаш у меня от Benefit, по-моему, это очень такой темный оттенок, номер 3. И я поняла, почему мне он разнравился, потому что у него очень странная цветовая гамма у этих карандашей, да, то есть я купила, по-моему, такой коричневатый оттенок, но он смотрится чересчур каким-то таким темноватым, что ли. Какой-то он графитовый, по-моему, на мне смотрится, да, и то есть это определенно не мой натуральный цвет бровей, и я поняла, что не нравится формула определенно. И, возможно, я не исключаю, что форма самого карандаша, да, вот этого самого кончика, она как-то мне тоже, ну, не нравится уже. Мне нравится что-то более, как вот карандаш сам по себе, да, либо же тоненькое что-то. Дальше я вижу пустую баночку от Бобби Браун, по-моему, мне ее дали, когда только приехала сюда, и мне кажется, я сохранила до сих пор ее просто потому, что для референсинга, или, да, для того, чтобы там посмотреть, что мне нравилась именно эта основа, именно эта оттенка, и, в общем, купить ее когда-нибудь. Но этого не случилось, почему, не знаю почему, может, потому что у меня и так уже как-то много основ, кто знает. Но, в общем, это невероятно классная основа или тон, называется Intensive Skin Serum, то есть это основа в текстуре сыворотки, потрясающий мэтч по оттенку, то есть это прям вот мой оттенок коже, не дать не взять, не слишком светлый, не слишком темный, мне очень нравилось, как это смотрится на коже. Но, в общем, да, как-то руки так не дошли, чтобы приобрести в полном размере, и здесь, кстати говоря, эспев 40. Мне кажется, бренд Бобби Браун как-то сейчас не так популярен, как был он раньше, люди, мне кажется, стали уже не так говорить о нем часто, как раньше, поэтому, наверное, я так и не решилась купить что-то еще от них в именно полном размере. И это блеск, я получила его, по-моему, тоже в бьюти-боксе, это такой, знаете, супер натуральный розовый финиш у этого блеска, по-моему, он также делает губы больше, у него в составе, по-моему, мятность, я не ошибаюсь, но тоже это маленький размер, я не знаю, что это за бренд, и как бы, нет, не хочется. И вот так выглядит коробка полная всевозможных и плюсных банок, и то, чего прям я 100% буду избавляться, это не считая помад, от которых я тоже буду избавляться. Мне кажется, это очень даже неплохо, да, что я сохранила то, чего я хочу избавляться, и в итоге, ну, наконец-то, получается, послушала себя, не изменила своему мнению, и сделаю это, на самом деле, я считаю, Новый год это время, когда тебе реально хочется очищать пространство вокруг себя, выбрасывать все не нужно, я даже говорю не только о косметике, но еще и о том, что окружает меня в дом, в жилой комнате, в смысле, в зале, я тоже смотрю на то, чем же мы не пользуемся, там открываю все шкафчики, ящички, выбрасываю все, то, чем мы не пользуемся, и я считаю, что это кайф, это прекрасно, осознавать, что это Новый год, и ты хочешь встретить его без какого-то клаттера, без, в общем, вещей, которые не нужны тебе в посуде, понимаете? Очень мне хочется верить, что когда-нибудь я, возможно, стану минималистом, но, учитывая, что, да, специфика моей работы или, как бы, моего хобби, это косметика и новинки, то с косметикой этого, наверное, точно не случится, хотя, кто знает. Также, ребят, я надеюсь, что в следующих видео мы дойдем до вот этого местнохранения моей косметики, я знаю, это не тумбочка из Икеи, да, как называется она, Александра Дровер, я думаю о покупке этого, потому что, ну, это не самое, знаете, там, идеальное место для того, чтобы хранить всю косметику, а просто потому, что я еще не знаю, что мне делать с моей комнатой, как-то хочется ее сделать более как бьюти-бьюти, надеюсь, что в следующем видео, в следующих видео мои руки дойдут, и мы с вами разберем и этот островок косметического счастья тоже вместе с вами. Это то, с чем мы сегодня имели дело, надеюсь, вам понравилось деклатерить или выбрасывать косметику, которая должна уйти из дома, надеюсь, вы провели время хорошо, мне будет очень приятно, если вы поддержите меня лайком, оставите комментарии, и да, ребят, мне будет очень интересно узнать также, а вы выбрасываете что-нибудь перед наступлением нового года и делаете ли вы какую-то генеральную уборку также, пишите в комментариях, будет невероятно интересно почитать, что вы думаете обо всем этом, и на этой ноте я не буду прощаться с вами, я хочу пожелать вам хорошего дня, хорошего вечера, хорошего начала рабочей недели, также, что немаловажно, идеальных макияжных дней, ваша Юля, и прощаюсь, всем пока!